сейчас на стуле сидит главный супер финалист турнира плохих шуток и я еще не учавшись не участвующий в турнире и это вне турнирная встреча потому что недавно вы видите на пузике у хинита его ребенка да давайте накидаем что это у нас кренка начнут аквариум что в общем фарзяр у нас залетает на турнир плохих шуток а сэй раз два три ты не знала я из спб нет он не залетает его не пускают он пытался залететь в москву по если вы почитаете его телеграм-канал крысин я хотел сказать красивые дыма это крысиный эдем в идеале в идеале я должен был просто сидеть на коленках у финито но получается как получалось получилось так как получилось но мы решили в любом случае устроить фарзиар против подписчиков как мы делали когда финито против подписчиков сегодня вас расскажи лучше почему вообще такая идея родилась но я попросился я написал теме говорю слушай я короче хожу вот гуляю с собакой и я написал уже несколько шуток а из айса выпадали да не на улицу периодически фарзиар я хочу тебя познакомить сегодняшним жюри это тоже карнавальное праздничное жюри уникальное которое никогда не было в турнире герман альквальску олег дрожук и кожи мюнго баров фарзиарыч мы за тебя топим мы еще обязательно видим германа против егорова егоров постепенно сидит зрительном зале пишет шут он записывает просто зала записывает запишет твои шутки фарзиар и потом будет высказать так навыка наши шутники готовятся к турниру плохих шуток а данный момент товарищеского матчу хочу вам напомнить что естественно этот турнир и этот видос не состоялся бы если не наши друзья фонбет за это им огромное спасибо естественно я хочу вам напомнить что если вы себе установите приложение фонбет вы получите фрибет в 1000 рублей и естественно фонбет является официальным партнером множество топ-клубов и пожалуйста устанавливайте себе приложение фонбет по закрепленному комментарию а я пошел говорить вашими словами шутками и разыгрывать обыгрывать фарзиар просто я хочу сейчас небольшой дисклеймер прежде чем мы вообще к чему-то перейдем у меня будет много шуток про моих знакомых изначально когда я начал вообще написание шуток я поставил себе небольшую цель что я постараюсь написать прям жесткие шутки жесткие но не жестокие и поскольку мне кажется все кто сейчас судьи сидят и все кто будет смотреть этот видос они любят знаете всякую черноту прям такую но и потому что она как правило самая смешная сей ноуту рейсизм блять я знаю нахуй сейчас кто-то там уже будет уже пошутили Олег уже все сделал но типа мне кажется что если мы любим над этим смеяться нужно над этим смеяться когда это и про нас поэтому заранее не обижайтесь тем ты все равно себя не обезопасишь если все захочет он все равно обидится на тебя так что я готов скидываться ща погоди а прежде чем мы скинемся я уже сейчас увидел в телеграм канале Егорова вышел вышел пост 15 минут до начала плохих шуток спасайте поменялось жюри блять готов давай победил меня товарищеский матч турнир плохих шуток форзер против подписчиков начинай но я надеюсь что все из присутствующих знают кто такой слова бустер что сказал слава бустер вот когда он разогнался на своей бмв м4 и сбил насмерть ребенка напиши в пешеходном переходе возле школы что сказал сказал что нюхай зебру о есть там один этот да кожемяка у тебя есть один балл 1-0 ты ведешь сука это так жестко блять итак шутка от подписчика синоним собаки почему Федя сыт в раковину почему почему потому что моет руки в унитазе это слабее чем шутка форзера точно ну что я могу поделать спасибо за поддержку товарищ студент ладно хорошо окей если уж про фидоса запрещенки пошли давай ладно у меня тоже есть одна а момента понравилась шутка нет все тогда точно нет 0 момента вот здесь сто процентов поймете потому что наверняка все присутствующие видели рекламу volvo с жан-клод ван дамом да где он стоит между двух крузовиков вот но мало кто знает что этот ролик является одной большой отсылкой кто-то знает к чему нет серьезно ну к тому как райзен выражает свое мнение кто-нибудь понял ну типа на двух на двух на двух фуру блин мне нравится что у форзера предыстория я прям реально такой понял мне прям интересно я вспоминал сейчас рекламу у меня еще реклама не до конца прошла блять как они у меня лагают я ебал блять похуй я сделаю иначе немного у тебя у тебя запись лагает или мы лагаем просто вы лагаете я ебал просто как да не шутка хуёло я Финнику в телеге позвоню ну да мы все слышали а он думает что мы не заржали потому что мы не услышали форс мы не услышали шутку надо повторить повтори шутку они все слышали мы не услышали мы услышали только райзен и все потом не услышали хватит его качать да но мы тебя очень хорошо слышим давайте буду лучше давайте буду лучше через телегу где-то Fly нож телегу через нее будет говорить где ты сейчас возьмешь телегу А почему у тебя зуб вылетел? А что ты его не помыл даже? А это что работает? Три секунды не было, значит, микробы не сели. Аня, покрась зуб в голубой, он у тебя будет блютуз. Да, давай, все, все готовы, вторая шутка от подписчика. Подписчика зовут Ларкрафт. Какую книгу подарил Эд из Тудротс своему парикмахеру при первой встрече? Опять длинную чулок. Какую? Пролетая над гнездом кукушки. Неплохая. Так и запишем. Хорошо. Я еще с нулем иду с подписчиками вместе. Я рад, что ты подобрал шутки под стать уровню моих, судя по реакциям. Уже не так обидно. Артем, вопрос конкретно к вам. Да, Артемий. Что Ромарой, может помните такого, да, написал у себя в твиттере, когда узнал о переходе Темы Нечаева, Леши Гуркина, Эльхана Салахова, Игоря Олейника, Андрея Панды FX и Гены Миллера в Академии. Что же он написал? Я не помню. Станас доест? Блядь, я опять не понимаю. Мне нравится, что Кожемяка... Кожемяка заржал! Причем очень хорошо. Это локально, когда я Левшука... У меня была вставка на то, что, сука, вы поймете отсылку! Да, да, да. Он же записывал сториз мне, где он дает, типа, за Левшукова. А ты, блядь, понял это все? Какой-то умный. Да, потому что это был в тот момент, когда он, ну, типа... 2-0 ты ведешь Форзяра. Хорошая Форзяра была. Нихуя, три шутки, два балла! Итак, шутка от подписчика Сергея. Почему Форзяра не взяли работать кальянщиком? Почему? Он его не смог забить. Ага! 4 балла! Сразу же подписчички выходят вперед! Страик! Страик, дай мне его никтейм, чтобы я его заблочил! Хорошо. Ну, возможно, бля, я проиграл игру за него теперь! Ну, хорошая! Слушай, ну, хорошо. Бурза, а у тебя есть кальян? Не-не-не-не-не! Потому что не можешь забить. Бурза! Бурза! Ага! Бурза! Бурза! Ага! Бурза! Бурза! Лови такую, на тебе, ты там, этот, который, алё. Олег, почему детдомовец с Даней Милохин никак не может выучиться на программиста, чтобы создавать сайты с нуля? Почему папки создает? И он никак не может закодить домашнюю страницу? Очень сложный юмор программист. Я думал про создать папку, да. Хватит, а ты ржите! Ржите, блядь! Тём, мне кажется, у нас слишком мало Артёма в кадре, поэтому подписчик Тёма сейчас говорит свою шутку. О чём думал Спиряков во время первой брачной ночи? О чём же? Об ошибке, которую сделал во время с матчем Тудронса. Ты хорош, а чё не смеете? Мне кажется, она настолько, ну типа, она забавная, но просто это реально правда. Ну да, ну, блядь, он и так переживал, блядь. Может быть, не одну ночь, блядь. 5-2. Если вы хотите по футбольному ютубу, будет вам по футбольному ютубу. Скажите мне, пожалуйста, что вот общего между каналом Гены Миллера на ютубе и пивом Миллер в богом забытой пятёрочке где-то под пиздосранском? Давай. Один балл срабатывает безностранск, к слову. Нормал. Ну, и то, и то, больше не приносит деньги создателям. Один балл у тебя остался. Эй, три, корзяр! Летит за перед... Кто это Зайка? Герман. Кожемяка? Герман, Герман. Герман? Ладно, спасибо. Почему Света Думич рассталась с Бизоксом? Бля, запрещенки полетели. Почему? Потому что он слишком часто прокидывал в очко мужчинам. Заебалось красить забор на даче, блядь. Вот это, вот это хорошая лапа. Ладно, видимо, у меня надежда получается на Кожемяку, да? Хорошо. Тогда что представляет Кожемяка, когда занимается сексом? Так. Что? Даже два, два уже есть. Два, да. Два? Да. Лицо со шрамом? Лешки, момент. Это огромное спасибо подписчику выйдут из Телеграма. Буквально перед записи скинул. А, то есть это даже не твоя шутка была? Эту я взял, блин, я ее взял, потому что тут прокажемяку, он оказывается в жюри. Форзер, тем временем 6-6 у нас. Ничего еще не вышло. Подписчик Макс пишет. Безумно. Как Федос полностью записан в паспорте? Как? Федор Говноедович Мочелюбитлевич, допоглотитель члена Виктора Блатова-Сильва. Бля, я очень держусь, чтобы сейчас не зажать. Да, если ты не просчитал полу. Да. Сука, ты что? Заебись было. Нет, это хорошее, это хорошее, да. Ну, я так понял, два балла, да, подписчик получил? Олег? Ну да, я с ним. Олег хихикал. 8-6, Форзер. Анекдот. Опа. Опа. Встречаются случайно два давних знакомых в баре. Первый. Антипрививочник, гененавистник, инвестор. А второй подрабатывает тренером. Что первый сказал второму, когда тот с ним не поздоровался? Что? Михалыч, это игнор. Это игнор, понимаешь? Это игнор. Мне кажется, три, да. Я еще на нас понял ее вначале. Мне нравится, как он мне предоставил. Анекдот. Тем временем, Форзер впервые выходит вперед 9-8. Как Федос опишет Александра Моменко? Ну давай. Великолепная шестерка и вратарь. Шутки над Моменко разрустные. Димон, хуярь про Моменко. Три балла есть. Что у нас? 8-9. Бать вас в рот, блин. Это очень хорошее. 11-9. Лысен хиа, лысен хиа, ебать. Лысен хиа, нахуй. Какой лысый? А вы видели у Темы браслет, как у тудротцев на шее висит? Мишка, да, Харибов. Перехожу в тудротцев. Нет, так у Прокопа целое. Так Прокоп же из тудротцев был. Блин, ты дурак, Прокоп вомгали. Прокоп у нас был. Ну был же тудрот. Ты шо? Он наоборот. Он перешел и снял. Вам нравится запрещенное, да? Я смотрю. Как Эрикьяно попал в эскорт? Два балла уже есть, Фарзер. Можешь не продолжать. Ну, финансово выгодно. Инвестиции. Блин, слабок вначале посовелился. Да. Два балла. Я тебе говорил, можешь не продолжать. А тебя тоже отлично. Он уже отписался. Даже похуй уже. Итак, внимание. Кто дрочит травмированному Финита? Хуй его знает. Хороший, да. Левшук? Бля, хорошо, да. Бля, хорошо. Три балла. Ну, мы посыпались, да. Посыпались. Ты, блядь! Я ебал. Ладно, хорошо. Финита доволен, чё? Давайте на секунду представим, что у нас в футбольном Ютубе произошла трагедия. Вот как будет называться могила Джеффа Баба Тумбы и Эрика Тудроц, если их похоронят вместе? Я знаю примерно. Как? Твикс. Это считается смехом? Один балл. Бля, жестко. Один? Да. Продолжаем про Джеффа тогда. Почему Джефф ебет Тумбу-чку? Бля, я просто сейчас концовку шутки сказал. Ну, сейчас я какую-нибудь другую скажу. Потому что Баба Тумба. Почему Джефф ебет шкафчик, потому что Баба Тумба? Извиняюсь. Я ее прочитал в стороне почему-то. У меня, походу, последняя шутка, Форзер. Последняя? Да. Окей. Как Прокоп называет нижний отдел позвоночника? Прокопчик? Прокопчик. Готовы? Ну, давай, я прям буду это самое из пулемета стрелять. Шутки Блиц от Форзера. Давай. Почему Прокоп в узких кругах получил странное прозвище отец Канни Уэста? Почему? Потому что он ушел из семьи. Что объединяет Германа Эль Классика и его проект Амкал с Микки Маусом и Дисней? Вау. Ну-ка. Что? Обе крысы забирают себе весь кэш. Есть три балла. Это было три. Зайдите нахуй. Вы ели что ли, блядь? Вот это было три, блядь. Кля-а-а-а-а-а-а-с. Сука. Ебаный враг, блядь. Вот это, наверное, вас бы разъебало. Как звали бы Прокопа, если бы он жил в США и был полицейским дерьмоедом? Ну-ка. Копра-коп. Кобра-коп. Да, Кобра-коп, Олег. Копра-говно это на английском? Гопра-пиле, я не знаю. Почему девушка Форзерезора Ира остается с ним, несмотря на его маленький член? Потому что она радуется любым мелочам. Ура! Самая ирония побеждается в сегодняшнем товарищеском матче Форзер против подписчиков. Форзер огромный. Суки! Мне главное слышать, у меня идет заход про этого, про Эрикьяну. И синхронно вместе с этим Егоров мне в телеге пишет. Только не шути про шкрабу. Правильно, в эту же секунду. Темочка, спасибо тебе большое, что гуляешь так креативно с собакой и придумываешь... И с друзьями банят шутки придумываешь. Мне просто, ну прям понравилось, Сорян. Я прям очень хотел поучаствовать. Как получилось, так получилось. Но мне понравилось именно сочинять. Круто. Поэтому... Мерси Баку. Не, мужик, диван сегодня почти обоссался. Получается, у тебя очень много общего с Эрикьяна. Ему тоже нравится сочинять. На этой шутке и закончим. Потому что это был суперфиналист, который ждет... Блин, получается, минус две подписки. Получается. Вы обязательно еще увидите, как Егоров шутит вместе с Германом. Спасибо большое Форзяру, Телеграмы-каналы, Ютуб-каналы, Твич-каналы, Форзяру. Спасибо ему огромное. Спасибо нашим сегодняшним жюри. И спасибо вам, кто досмотрел. Увидимся в следующем выпуске турнира Блоких Шуток. Вайер! Блядь, все шутки про Эрикьяна улетели.